Здравствуйте, уважаемые друзья! Если вы смотрите фильм на канале от Владимира Сапиги и написано «Мушки из подушки», значит смотрите дальше. Если нет, будьте добры, не смотрите, так как моё имя уже используют в корыстных целях. Второй вариант. На моём канале включены все комментарии, все замечания, все функции. У этого Flyfish мушки этих функций нет. Извините за такое вступление, но немножко неприятно чувствовать, что тебя обворовывают. Этот фильм, конечно, я не хотел делать, но учитывая то, что вы достаточно сильно просили, чтобы я изготовил очередные мушки, которые можно было бы положить в комплект для начинающего рыбака на хлыстовика, да и не только. Мы изготовим сегодня такую небольшую нимфу, даже будем говорить мушку, которая очень известная. Это Red Tuck. Так, скажу сразу вам, что я буду использовать технику изготовления и весь принцип, но изготовим мы немножечко другую мушку. Давайте по порядку, теперь я буду всё вам рассказывать. Крючок я взял фирмы Камасан, серия. Серия. Вот я изначально вам покажу. Можно изготавливать как на вот такой серии, так и на вот такой серии. Я взял крючок номер 16. Он достаточно мелкий, друзья мои, но будем говорить так, что вы уже сможете для себя потом выбрать сами, насколько вам нужна, какая величина. Я всё подбирал под бусинку, под огрузку и под определённую рыбалку. Также ещё подойдут крючки Гамакацию из серии F11. Но, учитывая то, что здесь достаточно толще проволока, мне лучше её изготовить мокрую, для того, чтобы она у меня работала в определённой толще воды. Как я уже показывал вам в фильме. Вот я на токарном станке для себя изготавливаю вот такого типа. Допустим, разные шарики, бусинки латунные. Также вы можете приобрести и поставить для себя вот обыкновенные пластмассовые. Те, которые у нас продаются в галантерейном магазине. Значит, мы огрузили с вами совсем-совсем немножко свинцом. Свинец где-то 0,25-0,3, не толще. Если у вас нет свинца, можно спокойно использовать, как я уже показывал в фильме, медную проволоку. Сейчас мы будем комбинировать с вами. Я нанёс немножечко клей на свинец, и теперь я свинец задвигаю до упора, так, чтобы он вошёл в мой шарик. Как вы видите, шарик у меня теперь становится чётко по центру. Он не мешает, достаточно хорошо отцентрирован, и больше нам с вами не надо здесь ничего делать. Единственное, это я, допустим, беру, сейчас промазываю, и обычно я изготавливаю редтак веретенообразной формы. Для этого мы возьмём немножечко проволоки и дополнительно обыкновенный вот провод. Я уже его неоднократно показывал. И в месте, там, где у нас будет наша серёдочка, мы начинаем с вами делать небольшой вот такой горбыль. Стараемся не сильно, чтобы не продавить наш свинец, дополнительно ещё вот так немножко его огрузим. Так будет достаточно. Как вы видите, вот этот кусочек проволоки я не убираю, не отрываю специально для того, чтобы мы могли с вами потом просегментировать наше тело. И берём обыкновенную, теперь более качественную, хорошую нить. Можно взять где-то порядка 6-0, 7-0, 8-0, 10-0. Выберите для себя сами по величине своей мушки. Закрепили. Я обычно не проматываю то место сильно, где у меня закреплена проволока. Слегка вот так промотали, так как клей и всё остальное выполнить свою хорошую работу. Доводим до места крепления нашего хвостика, так как она у нас будет ред, красным хвостиком. Ну и опять же так. Вот у нас всё готово. А теперь берём, я обычно всегда использую, можно взять как обыкновенную, вот мы с вами распускали тесьму, можно взять щепотку тесьмы. Если у вас имеется вот такой материал, то желательно, конечно, использовать более качественный. Учитывая то, что она у нас будет мокрая, а не сухая, для меня, естественно, более целесообразнее закрепить материал, который я сейчас буду закреплять. Это Юнифлосс. Он достаточно удобен в работе, и скажу вам сразу, по качеству это та же самая тесьма, которую мы с вами распускали. Если вы дошли до места крепления хвостика, выберите для себя приблизительно сами, зайти немножечко за загиб или нет. И я скажу сразу, беру, перекладываю вот так его пополам, нашу прядь, лишнее мы с вами потом отрежем. Не отрываю, не отрезаю, слегка вот так придерживаю, и стараемся, чтобы у нас сильно не перекрутился наш хвостик. Закрепили. Посмотрели, достаточно его будет. Необходимое количество мы взяли вот так вот с вами подтянули. Это уже не страшно. Все, друзья мои, на этом у нас уже операция закончилась. Мы сможем теперь закрепить те материалы, которые нам необходимы, и будем теперь изготавливать нашу нимфочку. Отрезаю я приблизительно до окончания моего тела. Ножницы, повторю, должны быть достаточно острые. Беру, как обычно, еще свой дополнительно люрекс, который я вам неоднократно показывал. Пока не прокручиваем, крепим наши все материалы в одной вот так точке, не нагромождаем ничего. Закрепили. Посмотрели, насколько нам, допустим, уже в данный момент будет устраивать хвостик. Если его величина достаточно, можно подрезать, можно не трогать. То есть, дальше продолжаем вязать мушку. Берем, добавляем с вами совсем-совсем немножечко клей, так, чтобы пропиталось наше тело. Так как мы сейчас с вами будем крепить перо нашего павлина. Я, как уже показывал, беру вот сразу за кончики, и у меня отрывается ровно то количество, которое само по себе и так оторвется. Закрепим материал по всей длине нашего тела, чтобы не было нагромождения. И у нас выходит вот такая конструкция, что материал весь мы закрепили с одной стороны. Берем теперь аккуратненько, проматываем полностью все наше тело. Здесь уже не так важно, будут у нас здесь скомканы или нет. Ну, понятное дело, аккуратность прежде всего. Подхватили вот так весь наш материал. Она уже настолько пройдена, ей уже столько лет, что, честно скажу, мне немножко было стыдно ее для вас предлагать. Если бы не ваша просьба, я бы ее, наверное, и не выкладывал. Я делаю парочку узелков. Буквально не доходим до нашего шарика, так, чтобы было пару миллиметров. Очень-очень важно. Еще чуть-чуть промажем нашим клеем, так как лишним он здесь не будет. Эта нимфа в данный момент изготавливается для моего друга, для рыбалки обыкновенным спиннингом. Он изготовил поплавок по моей конструкции и спокойненько ловит теперь спиннингом красноперку. За уши его не оттащишь. Перепробовал уже почти все у меня мушки вот за эту неделю. Могу с уверенностью сказать, что то, что мы сейчас с вами изготавливаем, это уже перепроверенный вариант. Выполнили, закрепили перо, прокрутили, сделали из него небольшой жутик. Я не армирую. И начинаем теперь формировать тело. Следим за тем, чтобы мы не коснулись с вами нашего жала. Иначе перо наше быстренько оборвется. Не забываем его подкручивать. И формируем тело. Теперь смотрите, как только мы начинаем доходить до середины нашей мушки, мы должны здесь с вами создать хорошее, хорошее, такое веретенообразное тело. Неважно, сколько вы, два или три раза вот так пройдете, как я, это все равно мы потом с вами подхватим проволокой и люрексом. То есть у нас достаточно крепко будет держаться наше перо за счет клея и за счет того, что мы с вами уже его просегментируем. Так как, скажу сразу, сильно страдает в зубах не только красноперки, но и окунь иногда подходит. Дошли до шарика. Буквально я здесь сделаю, ну, парочку, вот так вот, один даже оборот достаточно. Теперь что мы делаем? Мы закрепим с вами перо. И вы для себя выберите то количество, допустим, перьев, которое вы отрежете. Ну, вот у меня вышло так, что два нормальных, один короткий. Вот я его беру и удаляю. Нам будет очень много, потом выполнить небольшую опушку. Я вас предупреждал в начале фильма, что мы будем делать на основе RedTag свою нимфу, мушку, используя базовую технику. И в обратном направлении, так как мы проходили пером, мы сейчас пройдем с вами сперва нашей медной проволокой. Следим за тем, чтобы аккуратно уложить ее. Выберите для себя шаг, это не принципиально. Главное, чтобы она прошла через витки на косую и хорошо закрепила наше перо. Как вы видите, вот этого кусочка 3-4 оборота будет вполне достаточно. Ну, немножко для меня коротковата проволока вышла. Возьмем перодержатель. У шарика выполним один полный оборот. Подхватим и закрепим нашу проволоку. Я обычно ее беру и вот такими движениями стараюсь ее обломать. Можно, конечно, и оторвать, это не важно. Удаляем. Не забываем на это место опять нанести капельку клея. Совсем-совсем немножечко. Лучше, конечно, нанести на нить. И хорошо промотать. Пару-тройку оборотов. Но опять же не делаем горболей. И берем теперь наш люрекс. И стараемся рядышком возле нашей проволоки его уложить. Повторю и не буду уставать повторять то, что довольно-таки магически действует в павлине перо на нашу белую рыбу. Поэтому есть возможность, надо его вставить. Если у вас по каким-либо причинам нет. Вот, друзья мои, есть вот такие спектродаббинги у фирмы Hens. Как вы видите, это черного цвета. Есть он и другого цвета. Есть и наборы. Вот такие всевозможные. Для себя выберите вариант, как вам более удобно изготовить эту нимфу. Самое основное. Теперь переходим к опушке. В идеале, конечно, была бы куропатка. Но я вам показываю. Это перо японских перепелок. Я так думаю, если у вас имеется какой-либо птичий рынок, можно спокойненько пойти, договориться с бабушками, с дедушками и набрать парочку перышков. Если нет, можно расщепить нить, сделать дабинговую петлю и изготовить из любого другого куриного пера мягкого наборочку для опушки. Выберите для себя сами. Как вам будут удобнее. Если у вас возникнут какие-либо вопросы, вы напишите. Я потом изготовлю фильм, как лучше потом закрепить и сделать, если у вас нет вот такого пера. Подготовили перо. Теперь я подвожу там, где у меня было моё павлине перо закреплено. Пару-тройку оборотов сильно с вами не стараемся. Теперь самый важный момент. Значит, здесь необходимо выполнить уже по опушке. Нам смотреть нужно, какое количество оборотов. Бывает даже так, что достаточно одного. Когда, допустим, два оборота. Я беру, увлажняю все перышки моих перепелок и делаю вот для начала один оборот. Смотрю, что у меня выходит. Достаточно или нет. Посмотрели. В принципе-то да, уже этого количества будет мне вполне достаточно. Поэтому я ограничусь, друзья, ровно одним оборотом. Закрепим теперь перо. И с вами сразу удаляем остатки. Как я уже неоднократно вам рассказывал, для того, чтобы была более симпатичная наша нимфа, вот вы видите, можно уже всё и не проматывать вот этим пером. Но я всё равно беру, слегка увлажняю вот все бородки, которые мы с вами намотали пера и выполним ровно один оборот нашим пером павлина. Вот так. Этого будет вполне достаточно. Нить для крепления я перевожу впереди шарика. Как вы видите, вот у нас вышла вот такая симпатичная конструкция. Для того, чтобы 10 раз не проматывать, я возьму буквально капельку, наношу на нить, как вы видите, клея, и выполню впереди шарика пару-тройку оборотов. Я не делаю вот в данный момент завершающего узла, так как мне вполне достаточно клея для того, чтобы он держал мою нить. Отрезали и убрали. И теперь остаётся только лишь нам удалить наше перо павлина, которое оставалось. И, как вы видите, у нас вышла вот такая симпатичная, крупненькая, пышная нимфа. Теперь мы приведём в порядок наш хвост. Длина хвостика обычно выбирается маленькая и куцая. Ну, я всегда стараюсь придерживаться правила, что, допустим, хвостик желательно изготовить по ширине загиба. Учитывая то, что у меня здесь порядка 5-6 миллиметров, вот я столько же отступаю, хорошо натягиваю материал и в один приём отрезаю. Убираем остатки. Как вы видите, у нас вышла вот такая красивая, симпатичная нимфа Red Tack. Вот и всё. Пробуйте, экспериментируйте, как вам будет удобно. Это в данный момент для рыбалки спиннингом на поплавок, который изготавливал я в своём фильме, типа ваглера. Можно на бомбарду или же баллонской удочкой. Пробуйте, экспериментируйте. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч. До новых встреч.